Друзья, мы приехали в Питер, чтобы поговорить с самым дорогим новичком российского чемпионата и с одним из самых дорогих вообще в истории РПЛ Юрия Альберта, игроком молодежи в сборной Бразилии. Сейчас мы знаем, что он знает про Зинит и покажем ему футбольный Питер. Сейчас он придет. Юрий, ты говорил, что на первом сборе, что никогда не видел снег и мечтаешь его увидеть. Как тебе? Теперь это часть моей жизни и жизни моей семьи. Папа с мамой приехали вместе со мной и радуются, когда видят столько снега. Когда еще только подлетали к Петербургу, я удивился. Никогда бы не подумал, что бывает столько снега. А когда вышел из аэропорта, лицо как будто сразу все замерзло. И я понимаю, что это был еще не сильный мороз. Давай прокатимся по Питеру, я тебе покажу футбольные места Питера, которые много значат для Зенита и местных болельщиков. И надеюсь, тебе понравится. Отлично, поехали. Газпром-арена стала отправной точкой нашей с Юрием Альберто прогулкой. Мы сели в Ниссан Мурана и поехали к следующей локации. Кстати, Ниссан официальный партнер футбольного клуба «Зенит». В пути мы продолжили беседу. Например, поговорили о том, какие сомнения были у Юрия перед переездом в Питер. Единственное, наверное, в чем я чуть-чуть сомневался, это климат, потому что я никогда не уезжал за пределы Бразилии. Но по всему остальному у меня не было никаких сомнений. Ни по чемпионату, ни по клубу, ни по инфраструктуре. Плюс мне многое рассказали бразильцы, которые здесь играли. Все, что я знал о Петербурге до перехода в «Зенит» – это «Газпром-арена», потому что я внимательно следил за чемпионатом мира 2018. И, конечно же, Петербург с его стадионом был одним из самых главных действующих лиц. Картинка по телевизору казалась невероятной, но в жизни он еще круче, как и сам город с его прекрасной архитектурой. Я очень рад, что играю за Петербург. А какие-то места в Питере уже успел посмотреть интересные? Пока времени не было, к сожалению. Так что наша сегодняшняя экскурсия – это первое серьезное знакомство с городом. У нас, у москвичей, есть шутка, что фотографии из Питера можно распечатать на черно-белом принтере, цветной не нужен. Какое у тебя впечатление от Питера было? Не соглашусь, мне город показался очень ярким. Я в последний год играл в Порто-Алегре. Петербург чем-то мне его напомнил. Там тоже есть большая река, красивый стадион, и поэтому у меня сразу какие-то теплые чувства к Петербургу появились. А про русских футболистов ты что-то знал? Каких-то российских футболистов знал до приезда сюда? Нет, только некоторых латиноамериканских игроков, которые выступали здесь. А из прошлого, может быть, Аршавин? Ну вот сейчас пересеклись со звездами «Зенита», в том числе с Аршавиным. Это чемпион. Можешь описать себя вне футбольного поля? Три твоих качества. Назову два главных. Первое – хороший сын. Я очень стараюсь заботиться о своих родителях. Делаю все, чтобы они не чувствовали недостатка ни в чем. Второе – хороший отец. Готов делать для своей дочери все, чтобы она была самым счастливым ребенком на свете. Скажи мне, какие отличия в менталитете русских и бразильцев ты уже успел заметить? Кажется, русские ребята более серьезные, чуть меньше шутят и постоянно подкалывают друг друга, как это делают в Бразилии. Но и в «Зените» есть шутмаки. Вот, например, Дзюба похож на бразильца. Образом, поведением. Периодически он называет меня по имени и дальше шутит, наверное, но я русский до конца не понимаю, что он там говорит. Наша первая остановка – легендарный стадион «Петровский». На этой арене «Зенит» провел 562 официальных матча. Здесь питерцы праздновали первое чемпионство в России, громили Баварию, выигрывали Суперкубок страны. Здесь впервые в Петербурге прозвучал димм Лиги чемпионов. Непривычно ходить по льду, что ты можешь поскользнуться. Каково тебе… В первый день мы с друзьями хотели пройтись немного по Исаакиевской площади. Так вот, я даже когда просто на месте стоял, я как будто бежал. Было очень скользко. Но, слава богу, не было. Это «Петровский» – это исторический стадион для «Зенита». Он играл здесь совсем недавно, «Зенит». Он очень много значит для местных болельщиков. Таких стадионов похожих много в Бразилии? В Бразилии, особенно в Сан-Паулу, тоже есть не очень высокие арены. Чем-то похожие. А еще я очень люблю играть в «Call of Duty». И вот там встречаются похожие стадионы. Поэтому я смотрю сейчас и кажется, что я в игре. Ты знал, что «Зенит» обыгрывал не так давно «Баварию» 4-0 на этом стадионе как раз? Да, водитель, который в первые дни отвозил меня на тренировки, рассказал мне эту историю. Тот самый год, когда «Зенит» выиграл кубок и суперкубок УЕФА. Мы еще немного повспоминали знаковые матчи «Зенита» на «Петровском» и поехали дальше. Я почти оледенел за эти три минуты. Кстати, Халк здесь очень долго играл в «Зените». В Бразилии что-то говорили, когда Халк играл за «Зенит», показывали какие-то его успехи? Конечно, про Халка все знали. Он был одним из немногих бразильских футболистов, которые играли в России и при этом вызывались в сборную. Внимания к ним было много. Я смотрел и нарезки его голов, и матчи, и даже крутые видео, которые снимал «Зенит», где он бьет поворотом на тренировке. А вообще про бразильцев, которые играют за «Зенит» много говорят в самой Бразилии? Достаточно много бразильцев играет в России. И за «Зенитом», конечно, следят особенно. Здесь Малком, Клаудинио, которые выиграли золото Олимпиады в Токио, Вендал, Дуглас, Сантос. Сейчас вот я пришел. А можешь назвать трех игроков, с которыми ты мечтаешь сыграть? Мне очень хотелось бы посмотреть на то, как будут играть вместе Неймар, Роналду и Месси. Но четвертым в этой тройке я бы вряд ли мог быть, только если кого-то исключить. Тогда я исключил бы Роналду, чтобы играть центрального нападающего. А Месси и Неймар будут меня поддерживать. А в вечном споре Месси или Роналду-то из-за кого? Меня Роналду восхищает своей заточенностью, тем, как он сфокусирован, как он достигает поставленных целей с любой командой, где он работает. Я просто восхищаюсь. Класс. Скажи, я читал, что твои кумиры — это Левандовский и Зубастник Роналду. А кто из современных бразильских игроков тебе нравится по манере игры? Есть такие? Неймар. Неймар. Это большой кумир бразильцев сейчас. Меня в Сантосе даже сравнивали с Неймаром, но сам я не считаю себя похожим на него. Он игрок тоже атакующий, но фланговый. А я — центральный нападающий. Довольно сильно отличаются наши позиции на поле. Так, за разговором мы доехали до проспекта Добролюбова. Место не попсовое, но для нашего футбола историческое. Смотри, это такое не хайповое, скажем так, место. Оно не слишком популярно у болельщиков. Но, тем не менее, вот эта вот доска Георгию Деперону — это один из создателей футбола в целом в России. Он был создателем одной из первых российских футбольных лиг и стал первым российским футбольным арбитром. Очень круто. Надеюсь, место станет более популярным. Мне кажется, футбольные болельщики в России должны знать это место. И это имя. Как тебе питерская архитектура в целом? Какое впечатление оставляет? Мне очень нравится такой стиль. Я не знаю его название, но видно, что здание с историей. Такое винтажное, не новостройка. Мне очень нравится этот исторический дух. У Сантоса, моего первого клуба, база тоже довольно винтажная. Прекрасные воспоминания. Я скажу от себя, в Питере сохранилась именно вот эта историческая сеть, единая культурная. И это на самом деле удивительно, потому что в большинстве городов России, в Москве ты будешь, в Екатеринбурге и так далее. Там именно старые здания соседствуют с небоскребами. Здесь это тоже есть, но этого мало. И за счет этого Питер очень любят туристы, в том числе и в России, и во всем мире. Да, еще мне нравится, как выглядят религиозные храмы. Я провел первые несколько дней в Петербурге, рядом с Исаакиевским собором. Огромный, красивый, очень крутой, мне очень понравилось. Мы сейчас до него еще доедем. Кто, по-твоему, самый талантливый бразильский футболист до 23 лет сейчас? Родриго. Родриго. Я играл с ним с 12 до примерно 18 лет. Венисиус тоже совершеннейший топ, но для меня Родриго самый главный талант. Почему сейчас Венисиус лучшую игру показывает, чем Родриго? Венисиус суперодаренный. У него очень хорошая скорость, он сильный, хорошо играет корпусом, потрясающий нападающий. Возможно, у Родриго нет столько именно физических кондиций для силовой борьбы, но он компенсирует это невероятным футбольным интеллектом. Меня в нем это очень привлекает. Мы с Родриго постоянно пытались обхитрить друг друга финтами. С ним было классно. Очень скучаю по нему. Что Симак тебе первое сказал, когда встретил тебя, увидел на тренировке, пообщался? Он сказал, что всегда готов мне помогать, потому что прекрасно понимает, что я впервые попал в команду, где большинство не говорит на моем языке. Было дико приятно, что главный тренер так отнесся ко мне. Это вселило в меня еще больше доверия. Ты быстро адаптировался? То, что в «Зените» так много бразильцев, помогает быстрее войти в ритм? Конечно. Я с трудом могу представить, как сложно было Дугласу Сантосу, который был первым бразильцем из нашей пятерки в «Зените». Сейчас, безусловно, гораздо проще. Парни помогают мне своим примером, что-то подсказывают. Через них быстрее налаживается контакт с другими футболистами команды. А из российских футболистов с кем уже наладил хороший связь? С мостовым часто прикалываемся, шутим. А когда я отрабатываю удары поворотом, с Мишей Киржаковым друг на другом постоянно потруниваем. Но вообще все в команде приняли меня замечательно. Я очень этому рад. Имя Юрий. Почему? Откуда Юрий в Бразилии? Имя выбрала мама. Говорила, что Юрий – это княжеское русское имя и очень благородное. А потом учителя в школе на уроках истории рассказывали, что был такой Юрий Гагарин, первый человек в космосе. После этого меня и Гагарин тоже называли. Мы сейчас как раз видим Исаакиевский собор. Когда ты первый раз его видел, что почувствовал? Мне он понравился с первого взгляда. В первые дни в Петербурге я жил в отеле напротив собора. Со мной из Бразилии приехали родители и мой близкий друг. Его, кстати, тоже зовут Юрий. И я сказал им, здесь слишком красиво. Я не могу уйти отсюда без фотографии. Мы сделали несколько классных снимков. В Бразилии подобных зданий ты не видел? У нас много храмов. И в моем родном городе, и в городах Каман, где я играл. Но такой громады, такого величия, такой золотой отделки, конечно же, нет. Следующая локация уже абсолютная классика. Стрелка Васильевского острова. Это один из самых известных архитектурных ансамблей Петербурга. Центр притяжения туристов со всего мира. Рядом здесь и другие главные достопримечательности города. Например, Эрмитаж и Петропавловская крепость. Мы приехали в одно из главных мест Питера. Это Стрелка Васильевского острова. Такое одно из центральных мест. Здесь вот есть растральные колонны, здание биржи. Исторический ансамбль этого места формировался где-то 300 лет. И сейчас все туристы любят приезжать сюда. И здесь отличные виды открываются. Но самое главное, что для питерских болельщиков это значимое место. Здесь празднуются многие местные праздники. Но когда Зенит что-то завоевывает, все едут праздновать сюда. На Стрелку Васильевского острова. Она еще выглядит на карте как Стрелка. И эта Стрелка отображена в эмблеме Зенита. Поэтому есть даже поговорка, что играть за Стрелку. То есть играть не только за свой клуб, но и за свой город. Как тебе в целом вид? Мне здесь очень нравится. Хотелось бы оказаться здесь с командой и болельщиками, когда будем отмечать очередной титул. Какая у тебя цель в Зените? Какой титул хочешь взять здесь? У нас большие амбиции. К сожалению, нам не удалось продолжить борьбу в Лиге Европы. Но все мы хотим стать чемпионами четвертый раз подряд. И завоевать кубок. А какие у тебя цели именно личные? Личные награды? Какие хочешь ты завоевать? Как любой амбициозный форвард, я сделаю все, чтобы в следующем сезоне вмешаться в гонку лучших бомбардиров чемпионата России. А вообще мечтаю забить больше всех в Лиге чемпионов и в Кубке мира. Какие у тебя возникают ощущения, когда ты вот видишь весь этот ансамбль, всю эту архитектуру? Вид прекрасный. Я, конечно, больше привык видеть воду, когда прохожу мост. А тут лед. Еще люди по нему гуляют. Мне за них становится тревожно. Как они так уверены в себе? Это все новое для меня. Буду привыкать. Ты можешь представить, что вон тот мост и вот этот мост в определенный момент раздвигаются? Раздвигаются. Круто, круто. Я не знал об этом, но вижу теперь, что они достаточно низкие и корабли не под всеми могут пройти. Надо посмотреть, как раздвигаются мосты. Раньше в Питере была проблема, когда разводили ночью мосты, люди не могли добраться с одного конца города на другой и могли остаться в другой части города и сказать, извини, я не успел, потому что развели мосты. Я думаю, что даже в ситуации, когда ты застрял на другом берегу, можно найти что-то хорошее. Я, может быть, даже хотел бы оказаться в такой ситуации. Только надо, чтобы мне не нужно было на тренировку, а то опоздаю. Пугаляв по стрелке, мы с Юри снова отправились в путь. Перейдем к русскому языку. Он очень сложный. Ты пытаешься уже что-то выучить, какие-то слова выучил по-русски? Да, язык непростой. Сейчас стараюсь выучить какие-то базовые приветственные вещи, вежливые слова, как им поблагодарить. То есть слова, которые используют воспитанные люди. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Доброе утро. Добрый вечер. Как два? Хорошо. Понимаю, что для полноценного общения даже на футбольном поле этого недостаточно. Но буду работать. Когда на поле с брасильскими футболистами общаешься, они по португальски наверняка дают тебе какие-то указания. А вот с русскими футболистами на каком языке вы общаетесь? Русские ребята знают некоторые испанские слова. Я по-испански не говорю, но понимаю. И я, если к ним обращаюсь, мы стараемся найти какие-то варианты на английском. Какое, скажи мне, русское блюдо ты уже успел попробовать из русской кухни? Мне говорили, что бифстроганов – это абсолютный топ. Очень хочу попробовать, но пока не доводилось. А русский суп, борщ тоже не пробовал? У нас на сборах были супы в столовой. Я понял, что русские футболисты к ним очень привычные. Я в меньшей степени. Какие-то попробовал, но не знаю, какие из них традиционно русские. А какое бразильское блюдо ты посоветуешь попробовать всем нашим зрителям? Фарофа. Фейжоада – это такая смесь из фасоли и риса. Фарофа – это манка и обязательно мясо. Очень сытное блюдо. Я его очень люблю и рекомендую попробовать. А какую музыку ты слушаешь? Можешь назвать трех любимых исполнителей? Мне нравится трэп. Нравится ритмичная музыка. Самбо и фанк. Фанк – это о людях. Его исполняют те, кто сами себя сделали, выбрались из сложных обстоятельств и стали знаменитыми. Такая музыка о преодолении себя. Мне очень нравится. Например, Трэвис Скотт. Трэвис Скотт. А какой-то русский трек уже успел послушать? Понравилась тебе русская музыка? На сборах в Португалии на одной из первых моих тренировок с командой в раздевалке поставили какую-то русскую музыку. Было интересно, очень необычно. Эта музыка отличается от американской. Исполнители и название я не помню. Можешь посоветовать какой-нибудь фильм или сериал, который тебе нравится? Озарк. А из фильмов последнее, что понравилось? Все от Марвел. Мне очень нравится. У меня недавно выходил топ выпуск, в котором я рассказывал, сравнивал футболистов с супергероями. Ну, типа Мбаппе Флэш из-за скорости Роналду Супермен. С кем бы ты сравнил себя? С каким супергероем? Соколиный глаз. Мне нравится так праздновать голы. Я достаю стрелу и стреляю. Ага, Соколиный глаз. Ты думал, кем бы ты стал, если бы не стал футболистом? Честно, понятия не имею. Не хочу представлять, что было бы в моей жизни, если бы футбола не существовало. Я всегда жил только этим. Мне всегда хотелось быть футболистом. Какое для тебя лучшее место на Земле? Место с пляжем и солнцем. Не так важно, какое конкретное место. Любой пляж, солнце над головой и водоем. Уже в 19 лет ты стал отцом. У тебя родилась дочь Изиз. Изиз, скажи, насколько тяжело быть родителем в таком возрасте? И как на тебя повлияло рождение ребенка? Быть отцом – это большая ответственность. Ребенок смотрит на тебя, старается быть похожим на тебя. Поэтому прежде чем сделать что-то, нужно думать дважды. Меня отцотство изменило. Я стал больше задумываться о последствиях того, что я делаю. Конечно, я очень скучаю по дочке. Мы постоянно созваниваемся по фейстайму. Я часто прошу, чтобы она мне станцевала. Надеюсь, нам скоро удастся встретиться. Когда она танцует, я не могу сдержать улыбки. Она моя принцесса. А почему решил, чтобы она не приезжала в Питер? Она еще совсем маленькая, и у нее паспорта еще нет. Как только сделаем все документы, она сразу приедет. Я видел в Бразилии, после голов ты практически всегда танцевал. В России планируешь также праздновать голы? Возможно, придумаю что-то новое, чтобы не повторяться. Главное – забивать. Ты говорил, что твой отец постоянно смотрит твою игру, дает тебе советы. Я смотрел матч с Бетисом, где ты забил, и гол не засчитали. Что тебе отец сказал после матча с Бетисом? Он меня всегда очень сильно мотивирует, в том числе и своим примером. После игры в Севире он сказал, не опускай голову. Ты провел хороший матч. Голы придут. Продолжай работать. Я в тебя верю. Я знаю, что ты набил первую татуировку после того, как поспорил с отцом и забил 15 голов в профессиональном футболе. Есть какой-то уговор, когда будет следующая татуировка? Что тебе нужно достигнуть за зенит, чтобы ее набить? Пока нет, я думаю. Но обязательно заключу новое пари с Патвой. Место я выбрал. Осталось решить, что там будет. На трех сторонах руки татуировки есть. Осталось место в районе бицепса. Я еще с удивлением узнал, что ты любишь рыбалку. Это правда? Ага. Очень люблю. В Бразилии после дневных матчей я мог немного передохнуть, перекусить и вечером с отцом пойти на рыбалку. Мы шли на озеро недалеко от дома и так проводили время. И в России популярна зимняя рыбалка, где во льду прорубают прорубь и рыбачат прямо сидя на льду. Не хочешь такое попробовать? Прямо вот так прорубают, вытаскивают оттуда рыбу и закидывают удочку. Я хочу тоже попробовать. А какие виды спорта, кроме футбола, ты любишь смотреть по телевизору, можешь сам заниматься? Я занимаюсь всем. Сыграть могу во что угодно, но выделю теннис. Мой любимый теннисист – Надаль. Надаль, Надаль. Смотрел? А что думаешь о Медведеве? Классный, очень классный теннисист. Так, мы сейчас приезжаем в твой отель, где ты впервые дни жил. Сам отель, финальное место нашей прогулки нам был не особо интересен. А вот вид с его крыши – шикарный. Грустно, конечно, что из-за холода нельзя 12 месяцев наслаждаться красивыми видами Петербурга. Но я смотрю, людей не останавливает на самом деле холодная погода. Они празднуют свадьбы, фотографируются на фоне Исаакиевского собора. Все равно приятно. Ты сказал, что ты приехал в Россию с мамой, с папой и с другом даже. А они согласились сразу переехать. Как у них впечатление от России? У нас так с детства повелось, что куда я, туда и они. Поэтому, конечно, для них не стояло вопроса, ехать со мной или нет. Они понимают, что так будет лучше для всех. Им очень нравится. Они люди любознательные, несмотря на холод, любят гулять по городу и делать фотографии. Особенно мам. Из того, что мы сегодня видели, что тебе больше всего запомнилось? Все очень понравилось. Спасибо большое, что взяли меня на эту прогулку. Все места с большой историей, все важны и для города, и для зенита. Но на Исаакиевской площади я впервые познакомился с Петербургом. А первое впечатление – самое сильное. Что для тебя сейчас самое главное в твоем трипе в Петербург, в твоем переезде в Петербург? Что для тебя самое главное? Сейчас самое важное – максимально быстро пройти адаптацию к новой стране, к новому городу, клубу. Мне кажется, что есть все шансы, что это произойдет как можно скорее, потому что мне очень комфортно на тренировках и со всеми я наладил общение. С другой стороны, очень важно, чтобы новый игрок на новом месте приезжал домой, а там были родные люди, которые могли бы его обнять и поддержать. И последнее, что для тебя сейчас самое главное в жизни? Футбол, конечно, очень для меня важен. Это моя профессия, моя любовь и моя страсть. Но все-таки самое важное в моей жизни – дочка, моя маленькая Изис. Ради нее, в том числе, я играю в футбол и вообще все делаю для нее. Спасибо, желаю тебе удачи в Питере, в Зените. Буду болеть персонально за тебя и за то, чтобы ты стал лучшим бомбардиром в чемпионате России. Спасибо за бригаду. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok